Премьер-министр России Дмитрий Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел на базе корпоративного учебного центра компании Лукою Приняли участие руководители российских нефтяных компаний, главы федеральных министерств и ведомств А также члены регионального правительства и губернатор Астраханской области Александр Жилкин Одной из наиболее обсуждаемых тем стала тема предотвращения возможного экологического ущерба от деятельности в сфере ТЭК Дмитрий Медведев отметил, что в ближайшей перспективе будет меняться география добычи углеводородов Если раньше роль традиционных центров нефтегазодобычи исполняли Поволжье и Западная Сибирь То теперь их нагрузку возьмут на себя Восточная Сибирь, Дальний Восток и Акватория Каспия На которой сегодня работают пять нефтедобывающих компаний Сегодня я посмотрел, как работает Паская дегостойкая просмотра торчения Который мы находимся, открыт в обзоре полномочке Можно сказать, что хороший объект, он производит сильное впечатление Но очевидно, что подобные проекты, помимо того, что они требуют большого концентрации денег, объекта, других ресурсов Они требуют повышенной осторожности Мы должны внимательно оправдализировать требования безопасности по всей цепочке От геологоразведки до экспортировки хранения углеводородов И на уровне нормативных актов, на уровне различного рода регламентов Здесь не должно быть никаких подъемов и двоевых полкований Тема освоения шельфа Каспия стала одной из ключевых Каспий – регион перспективный Сегодня здесь открыто более миллиарда тонн запасов углеводородов Есть предпосылки для открытия и развития новых месторождений Говорили и о новой строящейся платформе имени Филановского Дано поручение рассмотреть возможность проведения дноуглубительных работ Волга-Каспийского канала Для того, чтобы улучшить ситуацию и возможности по обеспечению транспортировки строящейся платформы в Астраханской области Это действительно важный момент, поскольку влияет на экономику проекта По окончании совещания состоялась рабочая встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с губернатором Астраханской области Александром Желкиным Мы смотрели, как работает очень сложный объект Форма, которая принадлежит Лукову, которая занимается добычей нефти Действительно он уникален по нескольким соображениям Во-первых, он представляет собой очень сложное технологическое решение большой хозяйственной задачи Во-вторых, значительная часть его узлов и сама конструкция создана в Российской Федерации Причем на территории Астраханской области, что, конечно, очень важно для доходной базы Ну и в-третьих, естественно, это такой стимул для развития целого ряда смежных предприятий Которые получают заказы от Лукоил и от других компаний, которые работают на территории области Я думаю, что это хорошее направление работы, оно пополняет ваш бюджет И подобного рода промышленный класс, его нужно развивать, заполняя мощности ваших заводов, ваших предприятий На просьбу Дмитрия Медведева подробнее рассказать о работе, которая ведется в данном направлении Губернатор Астраханской области Александр Жилкин ответил, что нефтегазодобыча в регионе привела к развитию судостроительной отрасли В настоящее время, благодаря поддержке федерального правительства, отрасль стала конкурентоспособной И если раньше технологическое оборудование закупалось за пределами страны, то сегодня большое количество заказов получили астраханские судостроительные предприятия В настоящее время можно говорить о создании особой экономической зоны на территории Астраханской области Мы проработали все вопросы с потенциальными агентами, которые проявили живой интерес войти в Российскую Федерацию, в эту зону Для того, чтобы производить уже здесь все силовые оборудования, буровых установок и другие Комплектующие тем самым ценам на изделия, которые показал Лукоил и другие компании Но с другой стороны, конечно, строительная отрасль и вообще диверсификация промышленности будет на лесу Поэтому сегодня готовится на заключительной стадии постановления правительства о создании этой зоны В ходе рабочего визита Дмитрий Медведев осмотрел корпоративный учебный центр компании Лукоил Посетил бассейн центра, где главе федерального правительства рассказали о мероприятиях по спасению экипажей вертолетов на воде А также вертолетную площадку, на которой спасатели продемонстрировали методы спасения людей при пожаре из высотных зданий и горящих вертолетов Марина Лазарева, Серега Мазбаев, Новости 24, Астрахань